Всем привет! Сегодня мы с вами разберем экономическую задачу номер 15 из реального ЕГЭ-2023. Многие ребята назвали эту задачу гробом, то есть крайне сложной, нерешаемой, такой типа. Никогда не было, решить невозможно, очень сложная мат-модель, посчитать невозможно. Ну вот такие были некоторые отзывы. Понятно, что есть ребята, которые говорят, что ну да, понятная задача и все такое. Но действительно она там сложнее чуть-чуть, чем ЕГЭ-2022. То есть нужно вникнуть в условия, а не пытаться решать экономическую задачу по каким-то формам. Безусловно, этот ролик для ребят, которые будут сдавать ЕГЭ-2024, чтобы вы сделали правильные выводы, как нужно готовиться к экономической задаче. Ну и после ролика обязательно в комментариях отписывайтесь, каково ваше мнение, можно ли за год научиться решать, ну или даже за полгода или за несколько месяцев научиться решать задачи такого уровня. Поехали! Итак, условия перед вами. Взяли кредит на неизвестную сумму на 10 лет с процентной ставкой 10%, так? И что известно? Первые 5 лет долг уменьшается равномерно каждый год на одну и ту же сумму, а следующие 5 лет на другую сумму, тоже равномерно. То есть мы где-то это слышали, это дифференцированные платежи, да, фактически, но можно даже не знать слово дифференцированные, можно просто понять условия. То есть это неравные платежи, да, это совершенно другая формулировка. Долг уменьшается каждый год на одну и ту же величину. Первые 5 лет, а вторые 5 лет тоже на одну и ту же величину, но на другую. Здесь на одну, здесь на другую. Что сказано? Что общая сумма выплат по кредиту составила 2090 тысяч рублей. Также сказано, что на конец 5 года, после первых 5 лет, долг составил 800 тысяч рублей. Что мы с вами понимаем? Давайте заполнять табличку. Вот я сделал заготовку. Долг до процентов, после процентов платеж и долг после платежа. Смотрите, давайте думать. Если на конец 5 года долг 800 тысяч рублей, то на начало 6 года долг 800 тысяч рублей. Подождите. Но получается, вот эти 5 лет, начиная с 6 по 10, у нас все известно. Процентная ставка известна. Известно, что долг уменьшался на одну и ту же величину. И известна сумма долга на начало 6 года. Давайте подумаем. Если на начало 6 года долг равен 800 тысяч рублей, а на конец 10 равен 0 тысяч рублей. Ну просто потому, что через 10 лет мы выплатили весь кредит. И долг уменьшался на одну и ту же величину. За 5 уменьшений 800 превратилось в 0. На какую величину уменьшался долг? Ну, очевидно, нужно 800 поделить на 5. Итого это будет 160 тысяч рублей. Значит, вот здесь долг каждый раз уменьшался на 160 тысяч рублей. Тогда мы можем сразу посчитать общую сумму выплат в последние 5 лет. Давайте сделаем это. Просто распишем. Долг после начисления процентов. Это к 800 тысяч рублей. Прибавили 10 процентов. Добавили 80 тысяч рублей. Теперь. В конце 6 года долг стал на 160 тысяч рублей меньше. Ну, то есть, стал сколько? 640 тысяч рублей. Правильно? Хорошо. Чему была равна выплата тогда? Как вы думаете? Вот смотрите, как мы работаем с дифференцированными платежами. Вот эти 80 тысяч рублей это 10 процентов, которые мы отчислили на эту сумму. Мы должны выплатить вот эти проценты 80 тысяч рублей. То есть, мы как бы сразу их гасим и возвращаем свой долг к начальному состоянию 800 тысяч рублей. А потом выплачиваем 160 тысяч рублей, вот эти, чтобы вот этот долг 800 тысяч превратить в 640. Плюс 160 тысяч рублей. Так? Вопрос. Нужно ли мне заполнять все строчки? Нет. Потому что, когда долг уменьшается на каком-то периоде кредитования на одну и ту же величину, платежи образуют арифметическую прогрессию. А как посчитать сумму какого-то количества членов арифметической прогрессии? Есть прекрасная формула. Сумма N члена по арифметической прогрессии это первый член плюс последний делить на 2 и умножить на количество этих членов. То есть, вот этой формулой мы будем однозначно здесь пользоваться. Поэтому у нас уже есть шестой платеж и нам нужно посчитать только десятый. Чтобы знать первое слагаемое, последнее. Ну, вот в этих последних пяти годах и посчитать общую сумму выплат. Поехали. Как вы думаете, чему был равен долг на начало десятого года? Если каждый год долг уменьшается на 160 тысяч рублей и здесь в конце он ноль, значит на начало последнего года долг равен 160 тысяч рублей. Долг после начисления процентов 160 плюс 10 процентов под 160 это 16. Так? Очень хорошо. Работаем по той же схеме. Здесь ставим троеточие, мы заполнять не будем. Ни седьмой, ни восьмой, ни девятый год. Чему будет равен платеж? Что же самое? Выплачиваем вот эти только что начисленные проценты и плюс 160 тысяч рублей в счет уменьшения долга. Так? Все. У нас есть шестой платеж и у нас есть десятый платеж. Нам нужно составить уравнение, нам нужно посчитать общую сумму выплат за все 10 лет и приравнять ее к 2090 тысяч рублей. Поехали. Сначала посчитаем общую сумму выплат за последние 5 лет вот по этой формуле. Складываем, значит смотрите. Пятый платеж это 240, так? Тысяч рублей. Плюс десятый платеж это 176 тысяч рублей. Поделить на 2 и умножить на 5. Давайте посмотрим, что у нас получается. Это у нас получается 416 поделить на 2 умножить на 5. Это получается 208 умножить на 5. И это равно 1040 тысяч рублей наших. Это общая сумма выплат за последние 5 лет. Теперь нужно посчитать общую сумму выплат за первые 5 лет. Все сложить и приравнять вот к этому числу 2090 тысяч рублей. Так, хорошо, поехали. Вот есть самое интересное. Проблема у людей на ЕГЭ 2023 возникла вот с этим. Можно действовать по-разному. Можно даже вот здесь S обозначить. Это будет другой способ решения. Но я сделаю немножко по-иному. Смотрите, мы не знаем, на какую величину уменьшается долг каждый год в первые 5 лет. Так, не знаем. Нам не сказали этого. Так, давайте обозначим за x. Пусть в первые 5 лет долг уменьшается на x тысяч рублей. То есть здесь минус x тысяч рублей. Хм, интересно. Как вы думаете, если каждый год долг уменьшался на x тысяч рублей? В конце 5 года он равен 800 тысяч рублей. Чему равен долг на начало 5 года? Очевидно? 800 плюс x. Ну, еще раз. Какое здесь должно быть число, чтобы мы от него отняли x и получили 800? 800 плюс x. Так, по этой логике очень интересно. Смотрите. Каким должен быть долг на начало первого года, когда мы только взяли кредит? Смотрите. За 5 лет он уменьшался на x тысяч рублей. Правильно? Каждый из 5 лет. Каждый из 5 лет, каждый год на x тысяч рублей. Тогда за 5 лет он уменьшился на 5x тысяч рублей долг. И стал равен 800. Каким он был? Очевидно, 800 плюс 5x. Потому что если от 800 плюс 5x отнять 5x, то на сколько долг уменьшился за 5 лет первый? Получится 800. Все. Здесь получается в конце первого года 800 плюс 4x. Потому что на x тысяч рублей уменьшился. Ну и давайте заполним опять. Первый платеж и пятый платеж. Потому что платежи за первые 5 лет тоже образуют арифметическую прогрессию. Потому что долг уменьшается на одну и ту же величину неизвестную. x тысяч рублей. Поехали. Значит, давайте. После начисления процентов. Получается, что к 800 плюс 5x. Что мы добавляем? Вот к этой величине, к текущему долгу, что добавляем? 10% от этой величины. 0,1 на 800 плюс 5x. Как у нас устроен платеж? Мы сначала выплачиваем вот эти начисленные проценты. Это 0,1 от 800 плюс 5x. И еще выплачиваем x тысяч рублей. Понимаете? Вот опять мы выплатили проценты. Погасили их. И в счет погашения вот этого долга 800 плюс 5x внесли x тысяч рублей. И он превратился в 800 плюс 4x. То есть вот эта вся величина. Это наш первый платеж. Теперь нужно записать пятый платеж по такой же логике. Поехали. 800 плюс x. И к этой величине добавляется 10% от 800 плюс x. Так? Выплачиваем вот эти проценты. 0,1 от 800 плюс x. И прибавляем x тысяч рублей, которые внесли в счет погашения долга. Здесь ставим троеточие, потому что эти года мы заполнять не будем. Все. У нас есть первый платеж и пятый платеж. Платежи за первые 5 лет образуют одну арифметическую прогрессию. За вторые 5 лет другую арифметическую прогрессию. То есть нет общей прогрессии за 10 лет. Единые. Потому что долг уменьшается на разную величину. Здесь и здесь. Воспользуемся арифметической прогрессией в первых пяти годах. И вот этой формулой. Поехали. Нужно сложить вот это плюс вот это. Поделить на 2 и умножить на 5. Давайте. Складываем. Давайте сразу будем скобки раскрывать. 0,1 умножим на 800 плюс 5x. Это будет что у нас? Давайте вот здесь мы пишем. Это будет 80 плюс 0,5x. И еще плюс x. Раскрыли скобки. 80 плюс 0,5x. И еще плюс x. Здесь 80 плюс 0,1x. То есть вот это еще раз. Это типа первый платеж. Теперь пятый. 80 плюс 0,1x. И еще плюс x. Все это мы делим на 2 и умножаем на 5. Потому что считаем сумму пяти членов аритметической прогрессии. Пяти потому что здесь 5 платежей. Мы заполнили первый, пятый. Второй, третий, четвертый не заполняем. Простые преобразования. Скобки можно убрать. Давайте сложим. Что у нас получается? 80 плюс 8, 160. Плюс x плюс x, 2x. 0,5x, 0,1x. 2,6x. Делить на 2 умножить на 5. Поделим каждое слагаемое на 2. Получим 80 плюс 1,3x умножить на 5. Равно 400 плюс 6,5x. Все. Это общая сумма выплат за первые 5 лет. А вот это общая сумма выплат за последние 5 лет. И в сумме все это равно. 2,090,000 рублей. Складываем. Вот это плюс вот это. Сколько получаем? 1,440, ну 400 плюс 1,040 плюс 6,5x равно 2,090. Правильно? Переносим 1,440 вправо с минусом. Получаем 6,5x равно 650. 650 идеально делится на 6,5. Находим x равно 100,000 рублей. Ну или без единиц измерения. Вот. Значит смотрите. Нас в задаче просили найти сумму, взятую в кредит. В кредит мы взяли 800 плюс 5x. Если x равно 100, 800 плюс 500 это 1300. Ответ. Какую сумму взяли в кредит? 1300,000 рублей. Да, задача не самая быстрая. Не самая простая. Но это же стандартная тема дифференцированной платежи. Просто их здесь два. Многие не додумались ввести вот эту неизвестную x. Но на самом деле можно было что сделать? Можно было что сообразить? Смотрите. Можно было начальную сумму, взятую в кредит, обозначить за S. Это другой вид решения просто. И если S за 5 платежей превратилось в 800, значит за первые 5 лет долг уменьшился на величину S-800. Но он уменьшался равномерно. Значит как найти? Насколько он уменьшался за каждый год из первых 5 лет? S-800 поделить на 5. На самом деле это и есть наш x. И можно было уже вместо x использовать вот эту величину S-800 делить на 5. Вот здесь все подставлять и дальше делать то же самое. Вы получили бы тот же самый ответ. Вот какой вывод? Чтобы 100% решить на ЕГЭ 2024 экономическую задачу, недостаточно просто прорешать все самые стандартные задачи, запомнить эти типы, запомнить формулы и решать по шаблону. Нужно вдумываться в условия. Нужно качественно подходить к подготовке. Ну и конечно в связи с этим не могу не напомнить про старт своего летнего курса. 21 июня стартует летний курс Школково, на котором мы покроем такое приличное количество тем, чтобы вам проще было влиться в годовой курс в сентябре. И безусловно сделаем упор в том числе на экономическую задачу. Ну вообще говоря, примерно в 20 числах июня будут стартовать летние курсы по всем предметам в проекте Школково. Как подключиться к летнему курсу вы можете посмотреть в описании под этим видео. Все вообще полезные ссылки и про годовой курс, который начнется в сентябре и про летний курс, есть в описании. Подписывайтесь на канал, увидимся, всем пока.